всем привет с вами ясно мы на канале свечка силы мы готовимся к самой ну более известному как хэллоуин и сегодня я покажу вам как сделать вот такую свечу тыковку а при этом это будет еще и свеча фонарик по типу фонарика из тыквы сейчас продажи очень много форм виде тыквочки но если вы не планируете делать много этих тыквочек то из ващины вполне можно по этому принципу который я сегодня расскажу сделать себе сколько нужно тыковок сэкономить на форме и еще и вот поиграться с модельками сделать что-то такое необычное интересное не формовое того чего нет ни у кого как я люблю всегда делать и показываю вам ну что поехали чтобы сделать свечу тыкву нам понадобится оранжевая овощина можно взять натуральную овощину и чтобы немножко сэкономить если хотите вот эту сэкономить тоже можно внутрь заложить натуральную овощину но уже обязательно потому что мы будем много вырезать и фитиль тоже какого цвета захотите я буду оранжевый использовать вот я делала тестовый образец видите из натуральной овощины тоже симпатично выглядит довольно и так для начала мы делаем самую обычную свечу которая будет у нас в основе тыквы высоту такого какую тыкву мы хотим примерно 6 сантиметров высотой может быть любой размер ну все зависит от того какую тыкву вы хотите получить и скручиваем сама обычную свечу мы сегодня делаем не просто тыковку мы делаем именно тыковку фонарь это один из главных атрибутов хэллоуина и эта традиция пришла к нам из америки и там такая тыква со свечей внутри называется фонарь джека итак вот наша свечка которая будет в основе тыковки выравниваем ее а дальше нам нужно будет нарезать дольки из которых будет состоять наша тыква для этого мы отрезаем полосочки оранжевой овощины и уже из них будем вырезать дольки вот такая довольно монотонная работа да ну вот это вот и будет основа нашей тыквы вот примерно такой длины нужно я не люблю готовых выкроек в общем-то все делаю на глаз и вам показываю принцип потому что если вы не поймете принцип то даже с готовой выкройкой у вас особо ничего не получится работая с овощиной нужно всегда быть готовым экспериментировать да вот что-то такое делать вот у нас два варианта мы можем лепить нашу дольку прям вот сюда можем делать так чтобы было видно серединку но сейчас по ходу работы будем смотреть как получится итак вырезаем по форме как дольку таких нам понадобится 7 или 8 штук каждая долька состоит из нескольких слоев плащины причем внутрь можно сейчас будет закладывать натуральную овощину чтобы сэкономить цветную овощину если у вас ее например немного вы хотите из одного места сделать там больше одной тыковки до все это очень похоже на работу с пластилином то есть есть и другой метод изготовления свечи тыковок это когда мы делаем что-то похожее на яблочко потом просто прорисовываем вот эти вот дольки но мне больше нравится такой видите он до основанной дольки а теперь нам нужно вот это все пространство тоже заполнить и для этого я беру натуральные овощи вырезаю жизнью какие-то произвольные кусочки которые сюда вот просто так налепливаю эти свечи скорее декоративные чем алтарные они не будут долго гореть то есть где-то час примерно но нам это и не нужно потому что они должны украсить наш праздник до их вот такая вот функция больше декоративная чем какая-то помним что руки должны быть теплая должно быть тепло чтобы овощина не рвалась не портилась я в общем то совершенно произвольно заполняю вот это все пространство овощины нужно все обрезочки сюда закладывать это свечу можно делать и с детьми примеряем примерно чтобы дольки были одинаковыми вот так потом из домик я соберу тыковку понятно да сейчас холодно немножко овощина более хрупкая не не ахата фен доставать смотрите если вам не нравится что она такая вот хрупкая и кажется что она ломается тогда лучше прогреть ее предварительно перед тем как начинать с ней работу чтобы такие свечи лучше горели можно делать тыковку поменьше и вот эту вот часть саму надо делать не такую выпуклу так как у нас сегодня именно свеча фонарь то нам нужно будет оставить пространство до между основой и дольками вот этими вот поэтому я специально делаю скажем так не сильно тут это все заполняем и потом мы выберем где с какой стороны будем делать прорези поэтому прямо сейчас я нарежу дольки но не буду их еще вот так вот оформлять как эту примерно 7 домик нам нужно на тыкву не не обязательно должны быть одинаковые да где-то шире где-то уже смотрите если так экономно подойти то из одного листа вот цветной овощины оранжевая можно будет сделать две тыковки одну побольше одну поменьше сейчас я делаю тыковку побольше тыкву вообще как продукты она очень известна тем что она довольно универсальная и у многих народов в кухнях используются да и вот индейцам она была известна и поэтому мне кажется вот эта традиция хэллоуинская делать фонари такие и у нас прижилась у многих часто возникает вопрос что в этом делать с такой тыквой пусты фонаря ну кто-то и из нее готовит дальше еду а кто-то просто не любит тыкву хотя и пироги и запеченная тыква и каша из тыквы это все вкусненько вот такая вот свеча фонарик она эти вопросы снимают потому что в общем-то натуральный воск которым вы поигрались да ну и после использования лучше всего закопать конечно просто выбросить из всех атрибутов на хэллоуин мне кажется именно восковые свечи наиболее эко-френдли то есть это не пластик который мы используем один раз и потом просто выбрасываем потому что атрибутика на хэллоуин она редко когда хранится у вас да как новогодние игрушки то есть это что-то немножко другое хочется каждый год какого-то разнообразия наверное да и поэтому мы склонны к тому чтобы закупать вот этот копеечный хэллоуинский декор а потом его выбрасывать если у вас будет возможность в этом году отказаться до такого шарпа труба заменить его натуральными свечами то это будет супер и значит моя миссия выполнена я буду просто счастлива таким образом у нас должно получиться семь вот таких лепесточков которые мы сейчас будем наполнять но перед этим мы определимся в каких из них мы будем вырезать отверстие от прорези так называемая для глаза вот наверное вот эти два я выберу лучше делать это не в одном лепесточки а в разных потому что чтобы глазки были подальше расположен где-то где-то вот в этом месте уже не такой ровный идеальный как хотелось бы ну примерно на том же уровне вырезаем 2 класс теперь мы можем еще вырезать кусочек а будто носа и достаточно рот не будем вырезать потому что может из-за этого вся конструкция чуть-чуть и ехать если нужно его можно сверху просто выложить такой коричневый какой-нибудь штукой все теперь работа заполнить вот эти все дольки каким-то таким ненужным овощиным наполнением для того чтобы они держали форму и помним о том что вот глазки есть и там нужно оставлять пространство которое потом будет гореть у меня показывал как я закладываю сюда вот это вот все что у меня есть сюда отлично можно использовать какие-то вот остатки вощины до которая вам уже не нужно ну конечно это должна быть только натуральная овощина или оранжевая в общем какая-то близкая по цвету потому что когда свеча будет гореть она уже все-таки все будет топиться таять и нежелательно чтобы добым какой-то контрастный цвет то что будет некрасиво хотя если у вас вот идея сделать какую-то такую фантазийную тыкву до которая пригорении там еще разными цветами растекается то почему нет экспериментируйте пробуйте ну вот то что я сейчас делаю это заполняем вот это пространство делаем такую заготовочку постарайтесь чтоб тут края были аккуратно и нигде ничего не портилось итак когда у меня готово 7 домик 2 из них вот с вырезанными дырочками на газ я начинаю собирать из них свечу прикрепляю каждую дольку и стараюсь делать так чтобы здесь пространство все было заполнено до начинкой потому что тогда она будет держаться вот тогда есть шанс что и гореть она дольше будет хотя если вы очень спешите или экономить овощину то можно в общем-то сюда внутрь ничего и не ложить ну и дальше собираем аккуратно остальные части тыковки будет это вот так вот крепится и я смотрю что мне нужно здесь тоже заполнить хотя бы немножечко еще ващиной для этого берем натуральную овощину вот так вот произвольно ее тут размещаем сверху не трогаем потому что помним что у нас там должно светиться то есть это фонарик из овощины очень классно делать такие свечи вот на темный сезон именно да с разными эффектами при горении то есть фонари и когда еще очень давно много лет назад я делала самые там примитивные свечи то как раз мне нравился такой эффект что оставалось как бы корона которая потом формировала подсвечник фонарь так у нас там как раз прорезь поэтому вот это все место закладываем остатками такой овощину чтобы красиво было ну что ты ничего не выдавала на скажем так нашу камень потихоньку мы собираем свечу из этих маленьких домик так так Продолжение следует... Продолжение следует... Я всегда делаю тестовый один экземпляр, дальше потом... Конечно, если ты сделала 10 свечей, это не то же, что одно... Так, и здесь уже работа, в общем-то, по лепке идет, мы тщательно проминаем, проверяем каждую дольку. Где нам что-то не нравится, можно добавить оранжевая ващина, например, еще. Но мне вот очень, кстати, нравится то, что получилось. Это получилась абсолютно не идеальная тыква, то есть она такая корявенькая, но посмотрите, какая она харизматичная. То есть это настоящий Хэллоуин, прям из нее прет. Такой вот дух. То есть то, что вот здесь вот у меня все-таки получилась морда, я хотела ограничиться маленьким носиком, но не вышло. И вот такой аскан хищный настоящий. Вот такая тыковка. Когда свеча будет гореть, особенно в темноте, вот эти глазки тоже будут светиться. Я в видео, как она горит, обязательно сделаю. Вот такая тыковка. Сейчас будем смотреть, как она горит. Еще есть время на то, чтобы смастерить ее вместе с детьми. Ну, я надеюсь, что принцип я вам понятно передала, да, то есть в основе обычная свеча, а потом мы накладываем дольки. Можно их делать еще такими более декоративными, более стилизованными, то есть тут как вам хочется. Ну, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, пишите в комментариях и смотрите весь плейлист к Хэллоуин. Ну, там есть еще попроще идеи, например, с пауками, которые можно сделать вместе с детьми. С вами было ясно. Пока-пока. Вот еще могу показать, я делала первую тестовую свечу из обычной овощины. Видите, мордочку тут вырезала, но она не настолько харизматичная, потому что я вырезала на одной стороне. Здесь более аккуратная тыковка сама по себе. Вот так вот изнутри она выгорает.